Я вот даже не представляю как раньше мы жили без этих коммуникаторов. С появлением Скалорайдера я могу совершенно спокойно отвечать на звонки, пока еду на мотоцикл. А если я отправляюсь в путешествие, то это мой надежный спутник, потому что я слушаю сказки в шлеме. Ну а как без этого? Вот помню раньше, едешь ты с пассажиром и всю дорогу в молчании вы озираетесь по сторонам и спутаете на боевом. А сейчас, когда есть Скалорайдер, можно разговаривать между собой всю дорогу. Ну конечно, есть вариант, что вы поссоритесь, как-то поездите. Синяя лампочка, значит он жилой. Мне звонят. Алло. Да, да, да. Да, сейчас едем. Я довольно часто езжу в путешествие. И вы знаете, сколько книг мне удалось прочитать благодаря этой маленькой замечательной коробочке. Потому что едешь ты, 15 часов на мотоцикл, и иной раз так хочется что-нибудь послушать интересное. Я слушаю стилы кипер. Ночью, когда едешь, особенно стоишь. Это шлем Шо Икс Зеро. Он вообще выполнен в таком стиле, знаешь, под старину. Как кроссовый шлем с 50-х годов. У него можно купить еще козырек, и тогда он вообще будет выглядеть по-настоящему автоматически. Что мне в нем нравится? Во-первых, он очень удобный. Он довольно легкий. Я давал на клейку, не знаю, но не больше килограммов. Здесь еще очень удобный визор. Он причем регулируется по высоте. Здесь есть такая лапка, которая позволяет, соответственно, регулировать, насколько он будет опускаться. Можно прям практически донизу его опускать, тогда он максимально будет закрывать. Очень развитая вентиляция. Вот здесь вот шесть вот этих вот вентиляционных сопел, которые настолько мощный поток ветра тебе дают в лицо, что точно, в общем, не задохнешься, короче. Вот. Некрасиво, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok